Что, Оксана, как тебе живется на нашей кубанской земле? Шестой день ветер дует! На вашей кубанской земле? Дует, да, неприятно, не нравится. А что делать? Начало октября, а ты одета, как в январе. Да, такое случилось. Такая осень странная. В прошлом году осень была противоположная. Мы купались до конца октября. Нынче только началась осень и сразу стало холодно. Мы поехали за яблоками. Нас друзья пригласили за яблоками в сад. Можно самим собирать и за 20 рублей килограмм. Я хочу яблоки семилинка. Мне очень нравится. Если их положить, полгода будут валяться. Они потом становятся желтыми и вкусными. Вот вообще такой период сбора урожая у нас происходит. Сейчас бы мы, конечно, собирали бы опята. За деревню Осиновку уехали бы под Кемерово там. Как и сотни других кемеровчан бы собирали. А может быть уже не собирали, если там ноль плюс минус два. А тут два дня мы собирали орехи. Орехи я тут подобрал. А тут мы нашли лесополосу. И в ней давай собирать орехи. Они сейчас как раз открывались. И плюс ветер еще. Ну вот мы приехали в яблоневый сад. Ветрися такой. Яблоневый сад замечательный тут. Фермер занимается. Как зовут, не знаю. Ну вот проходишь и собираешь. Собираешь и потом платишь 20 рублей килограмм. Что, Оксана, давно ты не видела столько яблок? Вообще никогда не видела. Очень вкусные. Едим бесплатно. Пока не наедимся, не уедем. А все, что не съедим, будет за деньги. Угу. На следующий год ничего не будет. Вот тут люди специально собирают тракторную тележку, тары не хватает. Что не будет? Все будет и на следующий год. Но мне красные яблоки не интересны. Хотя говорят, они тоже зимние. Я хочу зеленые, типа семеринка. Так что я иду до следующей, до третьей карты. И там всего лишь три ряда. Вот, то есть еще раз повторяю. Этот сад в конце улицы Комсомольской, в станице Гостокаевской. Ну, в первом комментарии я потом узнаю телефон фермера и напишу. Если кого-то заинтересует приехать набрать яблок, то тут они есть. Короче, жадность фраера сгубила. Я набрал 17,5 килограмм яблок вместо пяти. Но вот народ-то тоже набрал там больше, чем планировал. Чем собирался. Раза в три, в четыре. Мало того, фермер Роман Николаевич еще девушкам показал мед. Вот, и они, конечно, тоже не удержались. Набрали еще меда, подсластили жизнь. Вот так вот с нами жизнь сладкая. Правильно, девушки? С нами, да. Из-за этого ветра такая холодища, что молодежь кучкуется уже, таскает скамейки. Таскает скамейки, чтобы кучка была плотнее, чтобы не так ветром задувало. И что самое удивительное, вот поблизости скамейка, но они ее не принесли. Вот, вот тоже еще две. Они принесли вон оттуда. Но это молодежь им же все равно. Круглые носят, квадратные катают, мозгов-то не хватает. Одни гормоны. На Сибири ноль, плюс-минус два и никакого ветра.